Второй том добротолюбия, страница 44-го, Святого Иоанна Касьяна, Борьба с Духом Блуда, пункт 66. Полная целомудренная чистота от начатков воздержания, от похотных мыслей и движений, отличается совершенным успокоением плотских возбуждений и покоем от них. Совершенно созревшая целомудрия всегда хранит невозмутимую и неколебимую чистоту тела и души. И есть не что иное, как святость. Это бывает, когда плоть, перестав походствовать на дух, начинает согласоваться с его желаниями и добродетелью. И когда они оба соединятся между собой твердым миром и по извлечению псалмопеевца, как братья, станут жить вместе, тогда и Бог с ними бывает, ибо говорится, что в мире место его, псалмом 75-3, то есть не в шуме брания и борьбы со страстями, а в мире целомудрия и в постоянном покое сердца. Почему, когда кто через погашение плотских страстей сподобится стяжать это место мира, в то же время сделается и жилищем Божиим? В. Борьба с духом сребролюбия. Пункт 67. Третья борьба предстоит нам с духом сребролюбия, со страстью чуждой и несвойственной нашей природе, и в монахе, порождающейся ни от чего другого, как от малодушия и слабоэнергичной души, и никак следует настроенной, и большей частью от худоположенного начала отречения от мира, в основе коего не лежала горячая любовь к Богу. Прочие движения страстей, кажется, в нас самих имеют начало, будто насажденные в человеческой природе и как бы внедренные в плоть. Они, будучи современны нашему рождению, движением своим предваряют проявление в нас способности различать добро и зло, и препобеждаются не иначе, как долгим трудом. А эта болезнь, сребролюбие, позднее их приходит и совне навязывается душе. Почему легче может быть предотвращена и извергнута? Но если по беспечности она будет пренебрежена и однажды впущена в сердце, то бывает более всех гибельной и труднее всех изгоняемая, ибо соделывается корнем всех зол, служа источником возбуждения разных страстей. 68. Эта страсть, если улучшит власть над малодушной и холодной душой монаха, то сначала побуждает его к малому стяжанию, во впечатлительных картинах, описывая ему некоторые, будто справедливые и разумные причины, по коим ему необходимо, или уберечь для себя несколько денег при отречении от мира, или приобресть после того. Того, жалуется она, что дается в монастыре недостаточно и едва сносно для здорового и крепкого тела. Что будешь делать, если приключится телесная болезнь, а у тебя не будет припрятано что-нибудь на случай, чем бы пособить себе в немощи? Содержание монастырское прискудно, небрежение же о больных превеликое. Если ничего, собственно, не будет у тебя, что можно было бы употребить на поправление телесного здоровья, то придется тебе умереть жалким образом. Да и самой одежды, доставляемой монастырем, недостаточно, если не промысляешь иметь нечто, на что мог бы достать себе другую. Наконец, нельзя бывает все время прожить в одном и том же монастыре, а в таком случае, если не приготовишь себе денег на путевые расходы и переправы через море, то невозможешь, когда захочешь, переселиться оттуда. И таким образом, будучи стеснен крайней бедностью, постоянно будешь влачить жизнь работническую и жалкую, и без всякого успеха. Когда такими помыслами опутает ум свой монаш, тогда начинает придумывать, как бы приобреть хоть один динарий и с этой целью приискивать какую-либо частную работу, которую исполняет со всей заботливостью, без ведома Аввы своего. Продав ее потом тайной, получив желанную монету, в страхе за нее суетится он и хлопочет, где бы ее положить, или чем бы хранение ее верить. А между тем, уже начала точить его еще острейшая забота, как бы удвоить эту монету. И он напряженно строит важные планы, чтобы такое купить на нее, и какой бы с ней употребить для всего оборот. Когда же и это удастся ему по его желанию, тогда у него возникает жазнейшая алчба золота, которая затем все тем сильнее и сильнее разгорается, чем большее количество прибыли получается. Ибо с умножением денег увеличивается и неистовство страсти к ним. В подножку ей приходят далее и другие заботливые помышления. Обещается долгая жизнь, преклонная старость, немощи различные, продолжительные, которые в старости перенести не будут возможности, если в ранние лета не заготовишь побольше денег. Так несчастная душа, связана будучи узами этой змеи, сребролюбия, все далее и далее влечется в желание с непотребной заботой умножать недобро начатое собрание имущества, сама в себе порожидая заразу, которая все жесточая и жесточая пожирает ее, подобно пламени. Будучи вся поглощена корыстолюбным помыслом, она ни на что не обращает сердечного воззрения, кроме того, откуда могла бы достать денег, чтобы с ними поскорее улететь из-под вида монастырской строгости. Коль скоро блеснет ей какая-либо надежда на получение денег, тут она ничем уже не дорожит. Из-за нее она не погнушается ни ложью, ни клятву преступлением, ни воровством, ни нарушением верности. Словом, золото и чаяние корости во всем бывает для нее Богом, как для иных чрева. Почему блаженный апостол, провидя пагубный яд этой болезни, назвал ее не только корнем всех зол, но и идолослужением, говоря, и любостяжание умертвите, которое есть идолослужение. Есть три вида этого недуга, которые всеми отцами с одинаковым отвращением осуждаются. Один тот, гибельность которого мы выше описали, который, обольщая некоторых несчастных, убеждает их собирать то, чего они и прежде не имели, когда жили в мире. Второй тот, который побуждает опять вожжелать и возвратить то, что оставили в начале своего отречения от мира. Третий тот, который зарождает при самом недобре полагаемом начале иночества, приемлемого с несовершенным от всего отречением, не допуская тех, которые успевают заразить этой холодностью душевную, совершенно обнажить себя от всех достояний мирских, устрашив их скудостью всего вперед и расслабив неверием. Им потом за удержание при себе денег и другого имущества, которые должны были оставить, отрекаясь от мира, никак не дает уже оно достигнуть евангельского совершенства. И в Святом Писании находим мы примеры осуждения этих трех видов падения с нелегкими для них наказаниями. Так Геезий, желая получить то, чего и прежде не имел, не только не удостоился получить благодать пророчества, которую имел получить от учителя своего, как бы по наследственному преемству, но и поражаются проказы по проклятии Елисееву. Иуда же, желая возвратить себе деньги, которые прежде последовал за Христом, отверг, не только впал в предательство Господа и потерял сам апостольство, но и жизнь свою общим исходом окончить не удостоился, заключил ее в самонасильственную смертью. И Анания и Сафира, удержав некоторую часть из того, чем владели из уст апостольских, наказываются смертью. Семьдесят. Об этих, которые отреклись от мира, но потом, быв побеждены неверием, боятся оставаться обнаженными от всякого земного имущества, таинственно предписывается во второзаконии, который человек страшлив и слаб сердцем, да не выходит на войну, да идет и возвратится в дом свой, да не устрашит сердца брата своего, как сердце свое. Второзаконие 28. Что спрашивается очевиднее этого пророчества? Не явно ли желает Священное Писание, чтобы они лучше и начала не полагали такому званию, и имени его не принимали на себя, чем и других своим словом и худым примером расслаблять неверных страхом своим и отклонять от евангельского совершенства? Итак, им повелевается, чтобы уходили с бранией и возвращались в дом свой, потому что с раздвоенным сердцем никто не может сражаться на войне Господней, ибо муж двоедушный не устроен во всех путях своих. И вникая в смысл той евангельской притчи, в которой говорится, что царь, вышедший с десятью тысячами, против другого, шедшего на него с двадцатью тысячами, не надеясь иметь успех в сражении с ним, пока еще тот далече был от него, послал просить мира, не желая очевидно, и начинать сражение. Приходим к тому же заключению, что и означенным высшим лицам лучше совсем не полагать начало отречению от мира, чем начавший, после выдерживать его неусердно и не во всей точности, подвергая себя через то больше большой опасности. Ибо, как говорит премудрый, благо тебе, лучше не обещать тебе, нежели обещать тебе и не исполнить. Иклисяст 5.4 Хорошо здесь говорится, что этот с десятью тысячами идет, а тот с двадцатью. Ибо число страстей, нападающих на нас, больше числа добрых расположений, сражающихся за нас. Но никто же может Богу работать и мамоне, и никто, положивший руку свою на плуг и оборачивающийся назад, не может быть надежным для царствия Божия. Такие обыкновенно позволительность для себя подобного прежнему любостяжания старается оправдать авторитетом священного Писания, истолковывая его в неправом смысле. Они с радостью готовы извратить и по своему желанию изменить мысль апостола, даже Господа, не свою жизнь и ее разумение приспособляя к смыслу Писания, но Писанию, делая насилие по желанию своего самоугодия, желая им в настоящем случае показать, что Писание согласно с их мнением, они говорят, написано, блаженнее давать, нежели принимать. Превратнейшим образом, понимая эти слова, они полагают, что ими совершенно уничтожается сила того изречения, в котором говорится, что и кто хочет быть совершенным, иди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и гряди след меня. Думают они, что по такой благовидности им не должно оставлять свое богатство и провозглашают себя блаженнейшими, более оставивших его. Когда, будучи сами обеспечены прежним имуществом, об этой сбытке его удовлетворяют и другим. Между тем, как стыдятся восприять с апостолом славную нищету ради Христа и не хотят довольствовать трудами рук своих монастырским скудноватым содержанием, им остается одно из двух или сознать себя самопривщенными и никогда не отрекавшимися от мира, когда так пристрастны к прежнему богатству, или, если хотят самым делом и трудами испытать монашеское звание, все отвергнуть и расточить, чтобы ничего не удерживая при себе из того, от чего отреклись, хвалиться с апостолом голодом и жаждой, холодом и наготою. Ходит изречение святого Василия, епископа Кисарийского, которое он сказал одному сенатору, сцепеневшему, такую, о которой у нас речь холодностью, который, говоря, что отрекся от мира, удержал при себе нечто из своего имущества, не хотя содержать себя трудами рук своих и обучаться истинному смирению и скудостю во всем, прискорбным трудом, и монастырской подчиненностью. И сенатора сказал он ему, ты потерял и монахом не сделался. Итак, если хотим законоподвижаться духовным подвигам, то изгоним из сердец наших и этого губительного врага, которого сколько победить невелико, столько быть от него побежденным бесчестно и безобразно. Ибо быть поражен усильным, хотя больно по причине повержения долу и сожалительно по причине потери победы, но в таком случае для побежденных некое исходит утешение из сознания сильности противника. Если же придется это испытать, когда и противник плохенький, и рот ротоборства нетруден, тогда гораздо больнейшей боли повержения долу быть, будет причинен унизительный стыд и гораздо тяжелейший урон срам. Окончательной победы и совершенного торжества над этим врагом можно ожидать только тогда, когда совесть монаха не будет запятана обладанием даже малейшей монеты. Для того же, кто увлекшись хотя бы-то маленьким денежным подарком, однажды воспринял в сердце свое корень любостяжательной похоти, невозможно тотчас же не загореться огнем желания большего. И воин Христов до тех пор будет победителем, будет находиться вне всякой опасности, недоступном нападению этой страсти, пока сей непотребнейший дух не посеет в сердце его зачатка в своей похоти. Почему, как во всех родах страстей, главным образом надо обнособлюсти главу змеи, так, особенно в отношении к этой, надлежит тщательнейше держать предосторожности, чтобы как-нибудь не проникла внутрь глава ее, ибо если она будет впущена внутрь, то своей же материи питает, и приходя в силу, сама по себе разожжет чрезмернейший пожар. И потому не только обладание деньгами надо бы опасаться, но и самое желание их совсем надлежит исторгнуть из души, и не столько избегать дел в сребролюбии, сколько отсекать с корнем страсть его, ибо никакой пользы не принесет нам неимение денег, если в нас будет желание иметь их. 75. Возможно, не имеющему денег не быть свободны от болезни сребролюбия, и никакой пользы не принесет действие обнажения себя от всего тому, кто не смог отсечь страсти любо-стяжание, усладившись делом обнищания, а не самой добродетелю нищеты, и не без стуги сердца, померясь тяжелой необходимостью так поступить. Ибо как иных телом неоскверненных евангельское слово провозглашаете чистым сердцем, так и нисколько необремененным тяжестью денег возможно быть осужденными вместе с сребролюбцами по сердцу и уму. Им не доставало только случаев стяжания, а не воли, которая в очах Божьих всегда имеет более веса, чем необходимость. Почему нам надо всячески заботиться, чтобы плоды трудов наших не пропали даром? Ибо достойно сожаления последствия обнажения себя от всего и обнищания терпеть, а плоды этого терять по причине бесплодного грешного пожелания воли. Хочешь ли знать, какие пагубные плоды приносят и как разветвление других страстей, пускает из себя эту страсть на пагубу того, кто ее восприимет, если не будет тщательно истреблена? Посмотри на Иуду, причисленного к сонму апостолов, как она его, не похотевшего стереть смертоносную главу этого змея, сгубила ядом своим, опутав сетями вожделение своего, в какую стремнистую пропасть преступления не звергла, когда научила за 30 сребреников продать искупителя мира и виновника человеческого спасения. Он никак не был бы доведен до такого безбожного дела, предательства, если бы не был заражен болезнью сребролюбия, и не сделал, чтобы святотатственным виновником убиение Господа, если бы прежде не привык окрадовать вверенный ему ковчежец. 77. Вот разительнейший пример тиранства этой страсти, которая, как мы сказали однажды, пленен на его душе, не попускает уже соблюдать никакого правила честности, и никаким увлечением прибытка не дает насытиться, ибо конец неистовства ее полагается не разбогатением, а обнажением себя от всего. Вот и этот самый Иуда, получив свое распоряжение, назначенное для раздаяния бедным влагалище, с тем, чтобы, насытившись обилием этих денег, по крайней мере, умерил свою страсть, таким напротив непомерным разгорелся возбуждением страсти, что не только окрадывал тайно влагалище, но и самого Господа продать восхотел, ибо неистовство этой страсти не насыщается никакой громадностью богатства, поэтому-то святой апостол Петр, зная, что имеющему что-либо по страсти невозможно удержать в должных пределах любостяжания, и что конец этой страсти полагает не сумма малая или большая, а совершенная от всего обнажения себя. Смертью наказала она не и сапфиру за то, что они нечто удержали для себя из своего имения. И погибли они за лож по любостяжанию, как Иуда сам себя погубил по вине предания Господа. Какое между ними сходство в преступлении и в наказании? Там сребролюбие привело к предательству, а здесь ко лжи. Там истина предается, а здесь совершается греха в лжи. Хотя действие греха там и здесь по-видимому не сходно, но они оба сходятся в одинаковой цели. Тот, чтобы избавиться от бедности, воспоходство, снова поиметь то, что было отверг, а эти, чтобы не сделаться бедными, покусились удержать для себя нечто из имения своего, которое должны были или апостолам все верно принести, или все раздать братьям. А того-то в том и другом случае последовало одинаковое наказание смерти, что тот и другой грех произрос из одинакового корня серебролюбия. Если теперь сделаем дальнейшее наведение на тех, которые не чужих стяжания воспохотели, но свои собственные покусились приберечь и не имели воздержив вожделения стяжевать, а только желание уберечь, и шел такой строгий приговор. То что сказать о тех, которые вожделевают собирать деньги, которых никогда не имели и выказывать перед людьми нищету, пред Богом оказываются богатыми по страсти любостяжания. Любостяжателей должно признавать прокаженными духом и душой, подобно Гиезии, который, вожделев тленных денег мира сего, поражен был заразительно нечистую проказую. Ей-то он и оставил нам очевидные указания на то, что душа скверненная преступной страстью к любостяжанию. Поражаемо бывает духовной заразой страстей и имеется пред очами Господа нечистую вечным проклятием. 80. Итак, если стремясь к совершенству, оставил ты все и последовал Христу, вняв слово его, иди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах и гряди вслед меня, то зачем возложив уже руку на плуг, озираешься назад, чтобы словом того же Господа провозглашено быть негожим для Царствия Небесного? Поставлено кровли в высоте евангельского совершенства, для чего сходишь опять в дом свой, чтобы взять оттуда что-либо из того, что прежде того, так охотно презрено тобою? Поставлено на поле дело недобродетели, зачем опять усиливаешься, облечь себя в бремене мирского стяжания, от которого ты обнажил себя при отречении от мира. Лука 17, 31. Если же ты тогда бедностью предупрежденный не имел что оставить, то тем менее следует тебе теперь приобретать то, чем прежде не владел. Это по особенному Божьему благоволению к тебе, ты так приготовлен был бедностью к отречению от мира, для того, чтобы не воспящаемый никакими путами стяжаний, тем поспешнее ты притек к нему. Впрочем, да не унижается никто из бедных за это, что не имеет что оставить, ибо никого нет, кто бы не имел что оставить. От всех стяжаний мира отрекся тот, кто с корнем отек самую страсть к приобретению их. Эту добродетель нестяжательности сохранить целую и неповрежденной мы иначе не можем, как живя в монастыре, если поапостолу имея пищу и одежду, будем им довольны. И так, держа в памяти осуждение Анании и Сапфиры, убоимся удерживать что-либо из того, что совершенно оставить далее обет, намереваясь отречить от мира, страшась также примера Геезия, который за грех сребролюбия наказан неисцельно и проказы, поопасаемся стяжевать то, чем прежде не владели. Равно ужасаясь как злодеяния Иудина, так и исхода его, будем всеми силами избегать собирания снова денег, от которых отказались однажды навсегда. Сверже всего этого, помышляя о смертности нашего естества и неизвестности часа смертного, поопасаемся, чтобы день Господень, наступив как тать в ночи, не застал нашей совести запятнанной стяжанием хотя бы и одного овола. Ибо он и один упразднив все плоды нашего мира отречения, сделает, что сказано в Евангелии богачу глазом Господа, будет обращенный к нам безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. И немало не думая о завтрашнем дне, никак не попустим себе уклониться от устава общежития, чего без сомнения мы никак не сможем исполнить, не сможем так же мирно прожить под правилом монастырского устава, если и в нас не будет прежде в прочном основании утверждена добродетель терпения, источником коего служит не другое, что как смирение. 83. Г. Борьба с духом гнева. Страница 54. В четвертой брани предлежит нам с корнем истормите с глубины нашей души смертоносный яд гнева, ибо доколе он гнездится в сердцах наших и ослепляет око ума нашего пагубным мраком. Да то ли мы не можем не стяжать правильного развлечения добра и зла и остроты до честного созерцания, не обладать зрелостью совета, не быть причастниками жизни, не держать неуклонно правду, не даже воспринимать истинный духовный свет, ибо сказано смятейся от ярости око мое. Не можем садиться причастниками мудрости, хотя бы мнением всех были провозглашаемы премудрыми, так как ярость почивает в недре безумных Эксиаст 7.10 Солом 6.8 Не можем достигнуть и жизни долговечной, хотя бы по определению людей почитаемы были разумными, потому что гнев губит и разумных. Трища 15.1 Не сможем всегда добре держать весы правды по указанию сердца, ибо гнев мужа не творит правды Божьей. Яков 1.20 Никоим образом не можем обладать и важной почтенностью, так обычной даже и между людьми века сего, хотя бы по преимуществам рождения почитаемы были знатными и почтенными, так как муж ярый неблагообразен. Притча 11.25 Никак не можем обладать и зрелостью и совета, хотя бы казались стяжавшими обширные познания, ибо остро яростные без совета все творит. Притча 14.17 Не можем быть покойны от тревог и смущений и свободы от грехов, хотя бы от других вовсе не было нам причиняемо беспокойство, так как муж гневливый сам после воздвигает свар. Муж же ярый открывает, обнаруживает, не стыдясь, грехи. Притча 29.22 Некоторые, усиливаясь извинить эту пагубную болезнь души, покушаются умолить ее непотребность при помощи непотребнейшего толкования Писаний, говоря, не беда, если гневаемся на братья погрешающих, так как и сам Бог воспламеняется гневом и яростью против тех, которые или не хотят знать его, или, зная, не чтут, как должно, как, например, и разгневался яростью Господь на людей своих в Солом 105.40 или как в другом месте, где пророк молится, говоря, Господи, но не ярости Твоей обличишь и меня и не гневом Твоим наказывай меня, Псалом 6.2. И не разумеют они, что вместе с тем, как через это дают людям свободу действовать по этой страсти на пагубу себе, ищи и Богу беспредельному источнику всякой чистоты, нечестиво приписывает нечистую плотскую страсть. 85. Если эти и подобные места Писания понимать буквально в грубом чувстве на назначение, то выйдет, что Бог спит и пробуждается, сидит и ходит, обращается к кому и отвращается, от него приближается и удаляется, и члены телесные имеют голову, очи, руки, ноги и подобное. Как этого всего бескрайнего святотатства нельзя буквально разуметь о том, кто по свидетельству Писания же не видим, не описуем, везде сущ, так без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение, гневом и яростью. Под названием телесных членов и движений обозначается божественное свойство и промыслительное о нас действие, которое мы удобнее можем понять под теми удобо уподобительными названиями. Очи означают Божие всеведение, всевидение и всеведение, руки и ноги и его творчество и промышление, мышцы, силы, вседержительство и прочее. Так о гневе или ярости Божьей, когда читаем, должны разуметь, что не человекообразно, но достойно Бога, чуждого всякого возмущения. Именно под этим понимать, что он есть судья и праведный воздаятель за все неправо делаемое в мире этом и устрашаясь при чтении такого рода изречений праведного наказания Божия всячески остерегаться делать что-либо противное воле его. Да будет уже монах, стремящийся к совершенству и подвигам духовным закона подвязать все желающие чужд всякого движения страсти, гнева и ярости, слыша, что заповедует ему избранный сосуд. всякая горесть и гнев и ярость и клич и хула да возьмется от вас со всякой злобой, который, говоря, всякий гнев да возьмется от вас, не изъял их из-под такого приговора никакого движения гнева, будто необходимого или полезного. почему монах и поспешая, если необходимо ворчевать согрешающего брата, пусть делает это так, чтобы, когда заботится подать лекарство страждущему очень легкую, может быть, лихорадкую, разгневшись, не вернуть себя самого в худшую того болезнь ослепления. Ибо тому, кто хочет залечить рану другого, надо самому быть здоровым и свободным от всякой болезни, чтобы не сказано было ему то евангельское слово «врач, исцели сам себя». Так же, что видишь, сучок, который в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выносу сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? От какой бы причины ни возгорало движение гнева, оно ослепляет очи сердца. И налагая покровно остроту умного зрения, не дает видеть солнца правды. Все равно, золотой или лист, или свинцовый, или из другого, какого металла наложен будет на глаза, ценность металлов не делает разности в ослеплении. Бывает, впрочем, от гнева и услуга нам очень пригодная, когда растерживаемся, досадуя на сладострастные движения нашего сердца и негодуем, что в тайниках нашей груди поднимается то, что делать, или о чем даже говорить, стыдимся перед людьми, трепещат страха, премыслия о присутствии ангелов и самого Бога, везде и все проницающего, и о всевидящем оке Божьем, от которого никак не могут укрыться никакие тайны нашей совести. Или, когда против этого самого гнева растерживаемся, зачем он вкрался, возбуждая нас против брата, и с гневом извергаем пагубные его внушения, не давая ему на зло нам укрываться в тайниках груди нашей. Так гневаться научает нас и пророк, который столь решительно отревал от своих чувств эту страсть, что и врагам своим явным, даже от Бога, преданным в руки его, не хотел воздавать воздаяние. Так, когда семей, бросая камни в царя Давида, слух ему злословил его перед всеми, и о весах сын царуин в отмещении за такое оскорбление царя хотел отъять его голову. Зваженный Давид, подвигшись благочестивым негодованием против такого его внушения, сохранил непоколебимую свою кротость и показал образец смирения и твердого терпения, говоря, что мне и вам, сыны царуины. Продолжение следует... одолжение следует... . Продолжение следует...